Решить земельные вопросы химкинских многодетных семей. С этой целью в администрации города собралась рабочая комиссия, председателем которой стал заместитель главы химок Родион Левочка. В нее вошли представители профильных ведомств, депутаты, инициативная группа жителей. Они стали обладателями земельных участков для садоводства, которые администрация выдает многодетным семьям. И теперь людей волнует вопрос, когда там появится инфраструктура. Возможно ли газификация на участках и как изменить вид разрешенного использования земель? Часть многодетных семей планируют переоформить садоводческие участки на землю под индивидуальное жилищное строительство. По словам Родиона Левочки, это возможно сделать только с согласия всех владельцев участков, поэтому нужно провести голосование. За, против, для себя. Такое голосование народное проведем. Ну, поймите нас правильно, это невозможно сделать на индивидуальном одном участке, это можно делать только в рамках района. У нас пять полей есть, на одном поле мы можем поменять, а на одном участке поменять, а на других нет, невозможно. А вот вопрос с дорогой будет решен в следующем году. Дорога будет делаться в два этапа. То есть первый этап будет сделан на покрытие в виде щебенки, а на 23-й год уже будет непосредственно финишное покрытие асфальтовое. Решение вопросов многодетных семей взяла на контроль депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавтарева. Сегодня были отраслевые структуры, которые ответили на волнующие вопросы многодетных семей. В первую очередь, конечно же, всех интересовала дорога, когда она будет, когда будет построена, кем она будет построена. Естественно, интересовал вопрос газификации, и на все эти вопросы мы сегодня получили ответы. Обсуждать постепенное решение вопросов инфраструктуры многодетные семьи и представители администрации города будут ежемесячно. Также для информирования химчан о ходе работ будет создан телеграм-канал.